Здравствуйте! На телеканале УЧИ информационная программа новости. В студии для вас работает Тимур Акмаев. О событиях в городе и республике расскажем в ближайшие минуты. Согласно правилу благоустройства территории города коммунальным предприятиям ДРСУ, а также работниками временного характера, ежедневно проводятся мероприятия по наведению порядка и чистоты на улицах, парках и скверах. Сегодня коммунальщики продолжили очистку бордюров и прилегающей территории от посылочных материалов и скоплений мусора, образовавшихся в зимний период. Работы проводили по улицам Чкалова, Студенческая, Котовского, Луначарского, в районе автовокзала, магазинов Олимп, Радуга, Донбасс. Также сотрудники ДРСУ очищали от мусора скверы по улицам Интернациональная, Ленина, Карла Маркса, в районе детской площадки, на площади Кирова и в районе кинотеатра «Россия». Помимо этого, силами работников предприятия дорожно-эксплуатационное ремонтно-строительное управление, на постоянной основе проводится омоложение и удаление аварийных деревьев по заявкам. Сегодня они произвели работы по улице Луначарского, вблизи проезжей части дороги. Администрация города Красноуч продолжает прием документов на назначение ежегодной денежной выплаты почетным донорам Луганской Народной Республики. На сегодняшний день ее размер составляет 5122 рубля. Кто имеет право на получение выплаты, куда обращаться и какие потребуются документы, рассказала начальник управления труда и социальной защиты населения Елена Нетребская. Право на получение ежегодной денежной выплаты имеют лица, награжденные нагрудным знаком почетный донор Луганской Народной Республики, граждане Луганской Народной Республики, награжденные нагрудным знаком почетный донор Союза Советских Социалистических Республик, граждане Луганской Народной Республики, имевшие статус почетный донор Украины по состоянию на 12 мая 2014 года. Ежегодная денежная выплата почетным донорам устанавливается в размере 50% от минимального размера оплаты труда, действующего на территории Луганской Народной Республики на дату ее назначения. На сегодняшний день размер выплаты составляет 5122 рубля 50 копеек. Лицам, имеющим право на получение ежегодной денежной выплаты и надбавки к пенсии в государственном учреждении Луганской Народной Республики, пенсионный фонд Луганской Народной Республики, осуществляется одна выплата по выбору заявителя. Почетный донор может обратиться один раз в год за назначением ежегодной денежной выплаты после возникновения права на ее получение. Для оформления ежегодной денежной выплаты почетный донор обращается лично и предоставляет следующие документы. Заявление установленного образца, копию документа удостоверяющего личность при предъявлении оригинала для ознакомления, копию регистрационного номера учетной карточки физического лица плательщика налогов при предъявлении оригинала для ознакомления, Копия одного из удостоверений – почетный донор Луганской Народной Республики, почетный донор СССР, почетный донор Украины, установленных образцов, при предъявлении оригинала для ознакомления. Справку из Пенсионного фонда о неназначении надбавки к пенсии или о прекращении выплаты с указанием суммы выплаченной надбавки. Сведения о банковском счете, открытом в Государственном банке Луганской Народной Республики. Заления на назначение ежеводной денежной выплаты подаются до 1 декабря текущего года. Для оформления ежеводной денежной выплаты почетным донорам необходимо обращаться в Управление труда и социальной защиты населения администрации города Красный Луч, расположенная по адресу. Город Красный Луч, улица Карла Маркса, дом 21, кабинет номер 16. Более детальную информацию можно также получить у специалиста по телефону управления 201-97. В наше время возгорание в квартире или же в доме из-за электрооборудования явление нередкое. Одна из основных причин возникновения пожаров – неисправная электрическая проводка. Для того, чтобы обезопасить свою жизнь и сохранить имущество, ГПСО МЧС ЛНР напоминает, что следует делать в чрезвычайных ситуациях. Наиболее распространенные причины, по которым может произойти короткое замыкание в квартире или доме – это перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются, у входа в штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и тому подобное, а также перекручивание проводов, их сгибание под острым углом и повреждение их изоляции. Стоит помнить, что короткое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой проводки при забивании гвозди в стену, а еще причиной возгорания служит перегрев, разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими энергию в большом количестве. Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо следовать таким рекоментациям. Не используйте неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные провода, не соединяйте их при помощи скрутки. Монтаж электропроводки и ее ремонт доверяйте специалистам. Не применяйте ветхие удлинители или кустарного изготовления. Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей энергии, вызывающих перенапряжение электричества. Опасно попадание воды на электропровода. Не стоит заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям. Следите, чтобы лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. Не забывайте, уходя из дома, выключать электросвещение. Все приборы отключите от розетки, кроме холодильника, и не оставляйте их в режиме ожидания. В случае возникновения пожара немедленно сообщите в Красноурский ГПСО МЧС ЛНР по телефону 101-202-25 или же 072-103-13-66. Новости телеканала «Луч». Указ о мобилизации продолжает действовать на территории ЛНР, но в дополнительном наборе военнослужащих республика не нуждается. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил Леонид Пасечник. Говорится на сайте лиц. По словам главы ЛНР, сил на сегодняшний день достаточно. Но в случае, если не будет хватать военнослужащих, в республике проведут дополнительный набор. В Красном Уче стартовала городская интеллектуальная онлайн-олимпиада по учебным предметам для обучающихся вторых, третьих и четвертых классов. Об этом говорится на сайте администрации. С 22 по 24 марта младшие школьники выполняют задания по русскому языку, математике и окружающему миру дистанционно. Олимпиада организована с целью выявления и развития у ребят творческих способностей, развития интереса к изучаемому предмету, повышения самооценки. Участники Олимпиады получат сертификаты, а победители – дипломы по электронной почте, в общеобразовательное учреждение, организатор мероприятия, Центр по методическому, финансовому и хозяйственному обслуживанию образовательных организаций города Красноуч. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. С вами был Тимур Ракмаев. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»